И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэвен, и мы продолжаем проходить Final Fantasy IV The After Years, и у нас начался рут, ну не совсем рут, в общем, эпизод с Ридией, и я плохо помню, что мне надо сделать, если честно. А, мне нужно идти в замок, а где музыка? Она тут была? Может, я тут не была? Я не помню, черта. Но я ее вроде не отключала, кстати, давайте-ка, секретики все соберем заново. О, мэй, гэдэбл. По-моему, тут, кстати, меня глючит? Или как-то секретиков побольше стало? Не? Они как-то... А, че так? Короче, ладно. Сейчас сократим себе путь. Я не помню, была ли тут музыка. Ну-ка, бой. Слава богу, господи, что-то я прямо испугалась. Да-а-а, чудовище! Кричит она. Призывает сейчас попробует, а нифига не получится, да? Ну, очевидно. Эйдолон не появился. Но не зря... Нет. Не зря сюжетка за Ридио называется «Запечатанные Эйдолоны». Они мне даже не отвечают. Валить надо в этот день. Понимаешь? Она не может убежать, прикиньте. У нее не работает кнопка убегания. Че за бред? Может, это по сюжету тебе так надо? Господи, сколько всего-то, а? Ладно, сейчас обжаркнем. Может быть, кто-то внезапно боится спасать нас? Нет, вряд ли. Благо, мы еще и черные маги, не только призыватели. Че тут убегать-то? Известительно. Столько радости, господи. Друзья мои, подождите. Я непременно вас спасу. Ну, ну... Не, ну каша спасет, господи. Это же финал. Как же не спасет-то? Каша спасет. Мы все спасем, мы всех спасем. Всех накормим. Так, надо направо сходить. О, блин. А, подожди, я там была? Хотя, черт с ним. Потом, потом. Потом заберем. Может быть. Чухая. О, боже. Меня хотят ударить, не дамся живой никогда. Так, начинается стандартная наркомания. Мне тут попросили бои вырезать, потому что они однообразные. Я знаю, ребят, что они однообразные. Но, во-первых, во время боев я иногда упарываюсь. И некоторым это интересно слушать. Бывают такие извращенные личности. Это раз. Ой, зря я это сделала, конечно. Хотя... Это раз. Во-вторых, мне просто неудобно будет записывать, потому что я записываю карты захвата, я видео не монтирую. Вообще. Я забыла вообще, каково это. Я уже давным-давно как записала, так и выложила. То есть, без всяких лишних телодвижений, скажем так. Заходи. Вот поэтому, чтобы мне вырезать все эти бои, мне придется очень долго мучиться, скажем так. Я не вижу, на самом деле, в этом смысла, потому что большинство из них протекает довольно быстро. Ну и к тому же, иногда во время боя всякие интересные ситуации случаются, когда у нас, например, бить начинает больно. Поэтому нет, ребят. В конце концов, на ютубе есть, если кому-то не хочется смотреть... Хорошо. Боялась монстра. Если кому-то не хочется смотреть боевку, на ютубе есть замечательная функция. Она называется перемотка. Я вам рекомендую ей пользоваться. Она очень полезная, серьезно. Я вот просто зуб даю. Она вам очень поможет. Поэтому, как бы, если вам неохота смотреть бои, вы знаете, что делать. А всем остальным добро пожаловать! Так, давайте... А, нет, смотри, хватает. Блин, а я использовала... Черт, ну ладно. Смотрите, слабые монстрики. Видать, потому что мы одна, рейдия, в партии. Где сундук? Что вы говорите? Тю-ю-ю. Видишь, кинцвета? То есть, из каких-то совсем уж частых, скажем так, боев, я стараюсь убегать, чтобы потом прокачаться за кадром. Чтобы, скажем так, когда уже действительно многовато боев, когда их не хочется смотреть, участвовать, когда вообще хочется уже идти дальше, тогда да, я просто убегаю из боя, и как бы все. Но, как бы, в таких ситуациях, как вот сейчас, я не вижу смысла абсолютно. Это часть игры. Мы же не вырезаем бои из Скайрима, они тоже, в принципе, ну, хотя ладно, они, конечно, не такие однообразные, как здесь, но вы понимаете, что я хочу сказать. Наверное. Просто, когда на нас, например, краб какой-нибудь нападает, мы же не вырезаем битву с ним или, не знаю, с волками, с какими-нибудь состоит много на начальных этапах игры, когда они умирают не очень быстро. Мы же не вырезаем, потому что часть геймплея здесь тоже. Ого, ого, ну что вы говорите, ну-ка, подожди. Где? А, нет, подожди, это не то было? А что же? А, это же предмет был, для идиотов было написано. Так, подожди. Где? А, учит заклинание призыва гоблина. О, как. А-а-а. То есть, теперь вот так вот, да? То есть, новые. Видимо, гоблинов я смогу призывать, потому что это как бы не Эйдоланы, это именно вот монстры. То есть, я теперь вместо этих самых, вместо Эйдоланов буду призывать монстров. Да, реально. Ну, то есть, она нашла альтернативу такую своеобразную, да? Лол. Очень полезный. Зачем он нужен вообще такой? Сколько он, кстати, жрет это самое? А, один Ом. Ну, в принципе. Он слабый, понятно. Да, альтернатива конечно, тухлая. Ну, что поделать. Слушайте, так на них тоже не обязательно огню, сама. Нужные огнем. Платят, они слабенькие вообще, тухлые, тухлые. Я что-то этот огню страчу, боюсь, каждый раз, что меня ударят лишний раз, придется лечиться, зелья тратить не хочу. Выпустите меня уже. Слушайте, а как, у меня вопрос, у нас же нет воздушного корабля, как мы попадем через лаву в город? Нас кто-то подберет, я надеюсь? Так, господи, я не помню, где там проход был, если честно. Сейчас надо найти витр. Утой-той, да-я-i-дой, дар-я-я-й, да-я-я-й, взговарите на все до едино- eligiendo, ты-ру-рю-рю-рю-рю-ря-рю-рю-рел, у нас дву сгорело, What did you do? вам слева дамы ничего не помню финалка еще записываю где-то по две-три серии потом делаю перерыв на несколько дней а вот и справа где он был короче поэтому из-за того что тут все перерывы мой мозг целиком и полностью просто заняться 9 original 7 игра просто выжирает весь рассудок все время и все силы то есть на данный момент на момент двадцать восьмого июня у нас записано 40 серий да те кто смотрят divinity original sin наверно сейчас в шоке сидят потому но это правда игра нас затянулась вообще только так поэтому мы только там сидим я потом просто не нахожу силы записывать финалку у меня поэтому учатся такие перерывы в несколько дней благо финалочку начала раньше чем дивинити по этой причине ну где там проход этот был а подожди ой опять вниз спускаться все пустите меня я помню наверху надо на лево сходить просто я окажусь помню в общем начала я пораньше финалку поэтому но у меня было изначально когда только открыл первую серию чуть-чуть предзаписано и я чувствую не зря я так сделала как чувствовала сванговала что так надо потому что реально original sin это просто болото там зависаешь и все и нет ни спасений ничего от этой игры особенно когда доходит до крафта на какого-нибудь это сыра кто играл тот поймет кто не играл тут попробовать меня не представляете себе как эту игру проходить в одиночку вообще там мозг наверно поломается слишком слишком объемная игра это конечно хорошо с одной стороны но слишком объемная прям прям жутко я бы не осилила в общем почему я в ролике final fantasy рассуждаю на тему оригинс оригинал сын точнее почему оригинс в общем не знаю мысля пошла что называется очень риди блин я голосую за возвращение на бедренном повязке опять этот купальник зеленый это конечно стандартная тема для final fantasy особенно ранних с другом хотя нет я хотела сказать с другой стороны вспоминая final fantasy 2 там такого не было а потом я вспомнила арты на марию если кто-то не знает такая мария это самый первый женский персонаж который появился вообще в принципе в серии final fantasy в первой части персонажа вы выбираете сами и у них нет пола имени и вообще ничего то есть целиком на ваше усмотрение все во второй части это подкрутили там появляется первый самый первый женский перспект персонаж зовут ее мария и и изначальные самые концепт-арты есть такие мама по моему которые потом как сказать в общем в ролике небольшого ремейка точнее второй части входящий в состав final fantasy универсари кажется там переделанная первая то есть более приглядная на вид и переделанная вторая где персонажи больше как-то похоже на людей скажем так их можно отличить друг от друга там она выглядит в принципе так же как на артах у нее там одна грудь практически открыта это конечно да это вообще успею хотел купальник риди конечно отдыхает в этом плане хотя в ролике кстати в ролике она кстати выглядит мариями довольно таки прилично у нее там совершенно другой костюм и совершенно другой дизайн визуальный это вообще персонажа по-другому сегодня если сейчас кто-то хочет задать вопрос а будет ли первая вторая часть final fantasy будет потом на все части final fantasy пройдем но я надеюсь не знаю насчет 13 13 прям вряд ли коридор этот бесконечный с кривым дырявым сюжетом написанным о том у три ямы я не осилю наверное так ну шо лука она уже тут сокола тоже нет где же они а улетели понятно он босс нет не босс музыка радует она на боссах отличается можно сразу просечь вообще насколько плохо тебе будут делать я бессильно чё это вдруг сверху бьет пушка чё это она бессильно устала что ли бегать на каблуках по пещере бывает лука ты лука лично я уже думала на скинули но нет сверло кстати наше присобаченное он она которая просверлила нам проход наверх помните из подземного мира в смысле привет риди а тебе помощь нужна не иначе да тебе помощь нужна не иначе вот так вот принцесса гномов лука лука кстати мужское имя ну да ладно где ты была да вот от скуки переделала двигатель летаю испытываю теперь мне мастер сид просто обязан выдать полную лицензию механика а смотри-ка так это получается в будущем то есть после того как они подожди 4 эти вообще заблудилась мозгом в хронологии то есть это было после того как а наверное это было после да то есть видимо смотрите когда были палом и паром они пошли туда да в этот самый феймарк но риди туда зашла ей там видимо были не очень рады ей сказали мол вали поэтому она не взяла с собой палом и паром потому что к ней там уже королева не очень хорошо относиться начала она к ним вернулась и типа не все плохо пойдемте отсюда мне там не рады да они ушли и после этого видимо она все-таки туда вернулась потому что видите лука уже как бы помощник помощница сида а помощница сида она стала в процессе этого самого путешествие палома и парома в феймарк тогда когда риди то есть когда они там были эти эйдоланы были еще не запечатаны я правильно понимаю лука это же это все прекрасно но целый ли кристалл в гном замке зачем тебе вдруг кристалл лука у нас беда правильно я почувствовала что я летала не просто посмотреть как себя поведет двигатель что то снова происходит не зря чудовищ стало так много вот я и решила в патруль слетать заодно и сокол в деле опробовать и как только отец тебя отпустил а я его не спрашивала учиться у мастера он мне тоже запрещал с пеной у рта король живот он такой о боже что это корабль сломали о красные крылья фигово а как красные крылья сюда попали корабли красных крыльев не умеют летать над лавой караул дом ломают это что красные крылья скорее такая пухлая мне она так нравится риди запрыгивай забегаю уж тогда так много полетели мне управлять ты дадут кораблем сегодня нет вообще не в этой не все летают сами жаль 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 еще как сверлом подожди красные крылья может быть последние корабли красных крыльев взяла вот это зеленоволосое бабище потому что она же захватила барон правильно ну а ты чё там молотки есть чем она вообще бьет а молотком ну логично в принципе она как это самая ну как сид короче прикольно так шо такое вообще а вы не заметили что вас бомбили вот замок гномов в нем правит славный король живот как бы лалихо вы не заметили что на вас бомбы тут упали нет ребят тихо а господь цветок я бегу просто мне показалось что это стоит какой-то вот 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 вроде вот этого стоя о господи ладно говоришь король вас бомбят отец ты жив? это я тебя это я тебя должен спрашивать а то носишься где попало на своем летучем корабле у меня замок прочный таким обстрелом его не возьмешь государь живота рада вас снова видеть подожди ну здравствуй ридия давненько не встречались подожди может быть сейчас по лому паром придут я чё то вообще мозг сломала отец где кристалл? я его не уберег причем забрала его девочка позор на мою седую голову не все таки это после полома и парома потому что что то как то неправильно будет что? правда девочка правда девочка не простая с такой же магией что и у тебя ридия блин вангу это точно мать ее мать ее я не знаю мне вот тут я так просто уверена 95 процентов с такой же значит умеет призывать эйделонов? вот именно расшвыряла стражу из самых лучших гномских вояк из-за гроба стала кристалл поверить не могу но причем здесь красные крылья что стало с сидом? ну за него бояться нечего он двужильный не хуже любого гнома с эсилом случилось что то неладное и со всем бароном тоже иначе красные крылья ни за что не стали бы погромить этот замок ну да видимо эта зеленоволосая бабища взяла под контроль соответственно она же там подчинила помните всех солдат поэтому как бы все очевидно как будто прошлая война вернулась эти гады прибрали к рукам уже три темных кристалла значит остался последний кристалл хреново да в запечатанной пещере отец я лечу в запечатанной пещере лука не хватит ли тебе опасности а? не бойся я же не одна полечу нет? и в любом случае без вот этого жерелья в пещеру не войти верно? мама его носила а теперь можно и можно а теперь можно мне им воспользоваться ну да мы же помните забирали и жерели лука и в кого у меня такая упрямая дочь действительно в кого будет в тебя наверное все таки будь осторожна вавилонская башня уже несколько дней как светится не к добру это то ли опять война будет то ли что похуже не надо похуже Ридия присматривай за моей девчонкой хорошо теперь моя очередь тебе помогать Ридия только не надо рисковать попусту мы долго жили в мире а теперь пора заново занимать оборону ой сегодня слава богу так имеет ли смысл наверно все таки имеет смысл сходить наверх посмотреть сундуки потому что мы идем кстати купить что-нибудь не помешает дайте мне башню наводи мой зундук ну что тут нет жаль еще джон это водить спасибо три часа лапе наврачивать здесь среди стиль эфир здесь же без секретиков точно пустите меня так и последнее так хорошо перо феникса кстати очень радует король джоуэль сказал можно вот сокровища их надо тратить экономно я не знаю как как читать слова гномов они наверняка должны звучать как-то по-особенному не по-эстонски точно хотя просто потому что эстонский акцент у меня не очень получается от случая к случаю ныть о да о да ладно да вы шо ну понятно что конечно а на кого господи одежду воина кто у нас тут еще чукова вернись и жирный чукова он улетел на обещал вернуться о о блин а это проект место это здесь вот был еще помроз чукова да 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 слушай подожди а может как раз таки не идем сейчас к запечатанной пещере я чуть плохо помню сейчас ну потому что давно это было я помню этот проход а подожди может мы сейчас просто выйдем вообще отсюда в город ой не подожди база гномов где-то тут был проход по куда-то ничего нет восстановить меня полностью спасибо я еще чуть помню слышь джим напомнить мне точно ж это же это же на на улицу я же помню здесь есть куда-то выход там здесь чуть написано что это ствол такой подозрительный хорошо нам нужно во вторую башню было бы неплохо потому что я хочу еще в единии чё буду их покупать когда они лежат и ждут меня логично логично кстати здесь сохранилась я в запасной охране замка по виду не скажешь но я девочка ты чё скажешь мне а тот странный тип который с кораблю сверло придел как его делал он лично его дела продана просто надо проспаться лали хоп бухать потому что не надо на рабочем месте так но это лазарет обидно что ну как обидно непонятно почему на картину не нарисован проход ты чё мне скажешь ничего интересного мы не вижу так может быть я постоянно путаюсь а хотя нет подожди это же вторая башня до нижнюю туплю я постоянно путаюсь с этими башнями нет ничего жаль ничего не то дайте но кто-то ставит кувшины что зал один чего подозрительно истерича яль чего так ладно получи так вот тут секретики даме сейчас придется навернуть так давай выползи выползи говорю сумма хорошо сумма ген-то радует меня правда всегда вспоминаю при этом слове сашу хэлла если кому-то это слово хоть о чем-то говорит если нет попробуйте ознакомиться мальчиком я думаю в частности стоит так ладно и выход вы увидите меня зимесенье почему кстати в этой самой в первой башне обычный проход к этим сундукам а здесь секретный что за дискриминация такая непонятно непонятно блин а я не помню кстати где это самая где пещера то запечатана по моему на северо-востоке где-то по мне так перу феникса достаточно зелех дофеля стиле силы тоже нормально эфирчик даже есть зеребряные яблоко сома а кстати о хорошо наверное нет не очень нам как черному могу не очень может отдохнуть слушайте в гостинице блин подожди мне нужно чтобы это самое чтоб черная магия при 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 выше была белый это мне вообще не в кондишен сейчас идолнов не дают слышу так шо во отлично полисалась стоп оф это я вовремя увидела я забыл уже что здесь деньга есть по моему где-то кстати две тысячи было так пошлите нету такого слова я знаю о куколки те самые куколки а это кто я же говорила что мы не одни калка и брина отличные помощники скоро сама увидишь кукла мальчик калка кукла девочка брина их тоже сит смастерил а я починила не зря училась на корабельного механика ну что не заглянуть ли нам сначала в том ру в том ру нельзя же тебе без оружия пока ты не можешь призвать эйделанов это верно лук какая предусмотрительная слушайте прям подсказала даже я бы кстати никуда бы не слетала я бы сразу полетела тогда полетели сокол вперед прикол так ну ладно а какое оружие то господи ооо я могу летать наконец-то господь всемогущий о боже я так ждала этого момента когда меня ждут полетать уху-ху так нет слушайте подождите а я не помню все таки где а нет вот по-моему запечатывающая пещера вот она да нет не пойду меня там бить будут или это я не помню а где томара кстати на моей памяти она где-то тут была да то есть где-то в этой по-моему стороне или я совсем попоролась где а подожди может быть может я сейчас вообще наркоманию нет здесь была как раз таки пещера а вот деревня помню где-то тут еще была мы здесь делали вот да мы здесь делали этот самый экскалибур экскалибур же мы здесь делали из этой самой из оруды мега-мега то кузница нет это кузница а где что мрота эта долбаная нифига я не помню что-нибудь тут слушай так может я у него куплю сударь очень нужно рожи поделить о господи мой учитель кокол или кокол кокол упокоился увенчанной славой мастера который исковал священный меч помер теперь я продолжаю его дело по всему миру встречается кокол коколовая руда доставь мне рудовые предметы я сделаю вам оружие ага топоры и ножи нефриловый потянущий кинжал нефриловый нож подожди ну ладно подожди сколько у меня я 4 посмотрю подожди я подожди на белый маг да нет она не белая а кто она слушайте кто они Ага, она с ножом. Подожди. Одежда мальчика. А может это для них? А, да. Смотри. Это, наверное... Может им сделать оружие? Хотя это жирно им давать, мне кажется. Сейчас, короче, осмотримся. Замечательно. Так, пойдёмте на второй этаж. Посмотрим, что там. Может сейчас наберём ещё у них тут? Натырим руды. Одежда ангела. Так, я вангую, что сейчас будет. Как интересно, слушайте. Защищает от отрицательных статусов. Офигеть. От всех? Было бы неплохо. Почему здесь две кровати? Подозрительно. Так, ладно. Слушай, что ты там мне предлагала-то выковать? Томогавка. Томогавка, я помню, по-моему, такой самый мощнёвый был. А кто у нас может томогавку-то таскать? Знаете чё, ребят? Давайте пока не будем делать, я не хочу тратить. Давайте здесь закончим. Я за кадром куплю, посмотрю. Может быть, калки дам. Может, пойдёт. И нормально будет. Если нет, то и как бы. Ладно, ножик какой-нибудь куплю. Потому что всё-таки нужно что-то рейди. Ну и заодно посмотрю, где там этот омра, потому что я ни черта не уже не помню. Это было давно и неправда. В общем. Вот так вот мы сделаем. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Приключения продолжаются. Нам дали наконец-таки полетать собственноручно на соколе. Это радует меня. Пока что всё довольно неплохо, но всё ещё такой пролог. Потому что, ну как бы, как я говорила, сперва мы посмотрим за вот этих всех, а потом начнётся вот история о кристаллах. Главное, я так понимаю. Потому что, ну, как я понимаю. Потому что в этих, во всех начальных рутах, скажем так, да, историях, здесь же нет битвы с финальным бустом. И, соответственно, вот это всё мы откроем, 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 откроем. И вот эти две будут наверняка последним. Не зря история Каина тоже здесь. Хотя и так, мне кажется, довольно очевидно, что там нам покажут. Потому что я свою мысль уже высказывала ранее. И, в общем, финальная битва где-то вот тут будет, скорее всего, вот тут. Потому что, ну, история о кристаллах. Название, как бы, само за себя говорит. В общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх. Так, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Обязательно смотрите другие игры серии Final Fantasy. Их у нас на канале довольно много. Третья, четвёртая, седьмая, седьмая Кризискор, восьмая, девятая. В общем, дофигища. Поэтому, если вы не смотрели, бягом. Бягом обязательно. Вот. И, в общем, всем огромное спасибо за ваше внимание. Увидимся в следующей серии. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok